Прошло уже несколько дней с момента патча 7.34Е. Да, он максимально не впечатляющий, но это буквенный патч и какие-то изменения он все-таки принес. А также банально тянул в мету несколько новых героев, о которых мы поговорим. А сейчас для каждой позиции давай выделим по 3-4 самых сильных и ловких героя. Начнем с позиции керри. Спектра. Да, из всех керри прошлого патча и текущего спектра это самый лучший герой на первую позицию, потому что она получила самый слабый нерф относительно всех остальных героев. Просто минус 1 единицу брони. Благодаря своей ульте и билду через урну, можно неплохо так искать фраги в начальной стадии до появления Радианса. А с учетом какая сейчас мета на миде, то искать эти самые киллы достаточно легкая задача. И таким образом ты легко и быстро доберешься до Радика и сможешь начинать набирать люто темп. А если мид у тебя не особо активный, то ульту можно использовать как такую легкую контр-инициацию. И все еще не пофиксили фишку с абузом ульты и спектра даггера, когда ты опять возвращаешься на иллюзию с хаунта. Ну не хаунта, как этот скилл называется, мне все равно. И ты по кругу возвращаешься на эту иллюзию, и у тебя все еще будет вылетать по-новому вот этот вот спектра даггер. И так ты обузишь несколько спектра даггеров собственных и наносишь дополнительный урон. Конечно же силы спектры также заключаются и в лейте. Так как игры сейчас достаточно долгие в среднем, то для спектры это только в кайф. И само собой, спектра один из немногих героев, кто стабильно держится на достаточно хорошем винрейте на более низких рангах. Прямо как и в Рейс Кинг. Он тоже редко задает свои позиции по проценту побед, а также сейчас просто кайфовый персонаж как для керри, так и на уфлейне. Сейчас билд на короля включает сразу два слота, которые бустят фарм. Мидас, абсолютно сломанный сейчас предмет, и Радик. Благодаря этим двум шмоткам ты можешь спокойно покайфовать, побить крипов и потом на огромном аутфарме выйти и выиграть игру. Главное, конечно же, не заруинить себе игру рандомными драками, в которые ты попросту не должен приходить. Еще определенным плюсом героя является его аганим. После реворку ульты и скипетра теперь он значительно уменьшает перезарядку на реинкарнации, и поэтому есть огромный смысл покупать его. И старый эффект, который держит умерших тиммейтов живых еще несколько секунд, он точно поможет выиграть тебе парочку файтов. Ведь у твоих работяг больше не будет отмазки, что их убили первыми в драке, и поэтому они не нажали кнопки. Сейчас они точно смогут прожать все кнопки до единой. Да и сам по себе герой может простить тебе небольшую ошибку благодаря возможности переродиться. На кирпозицию осталось еще несколько актуальных героев, но на них особо обращать внимание не хочется, потому что всех их мы уже видели. Но если вкратце, Луна и Муэрта. Оба героя хорошо фармят, и кажется мы и так на них уже насмотрелись на Инте, и выделять среди них уже особо нечего. Разве что можно сказать про Луну, потому что ее не так активно пикали. Какой-то у нее больной мувспид. Я помню пытался играть на праймлбсте против Луны, пытался ее догонять, и у меня ничего не получилось, потому что эта бешеная херня бегает на мувспиде 500+. И ЦК. Его нерфанули достаточно сильно, что прямо сейчас у него 54,5 винрейта за 600 матчей на керри. Жесткий нерф, супер класс. Но на самом деле нехватка маны на ульте, она реально будет сильно ощущаться по игре. Но если кого и хочется выделить третьим персонажем, то это будет Faceless Void, потому что это такой же герой, который одним своим присутствием дает все больше и больше шансов на победу в затяжных играх. Благодаря своей хроносфере и рефрешеру. Также сам по себе герой напрягает большое число метовых героев с низкими кулдаунами. Например, того же самого Бристелбека, Инвокера и многих других персонажей. Да и больше про Вайда особо нечего сказать, так как он попросту не получал никаких изменений в патче, и в мете он уже находится достаточно давно. Но шмотками Вайда совершенно точно не обделили, в отличие от изменений. А со скинами всегда приятнее играть. И для того, чтобы их выбить, я рекомендую переходить к тестикам. Потому что сейчас у них проходят самые огромные скидки за весь год. Ребята выпустили свою собственную линейку Дейртайда, раз уж Вальф полностью забили на него. А если ты мечтал о руках на Финда, крыльях на Квапу и Блайдах на Темпларку, то все это ты сможешь залутать. И, кстати, я немного поиграл и благополучно все выбил. Крылья уже пролетели, я в пролете. Но получу я, по всей видимости, штуку на Леонесса, в принципе, нормально. И арканы на Финдочка? Ну, стой, да... Ну, ладно, нож хотя бы, ну, поприкольней будет. Ой-ой-ой, две арканы, две арканы. Правильно, пошел я. Пошел я. Да, ну, руки на Финда, как и заказывал. Ну, можно и сразу Next открыть, потому что что правильно? Я не придумал, почему? Поэтому Сулена получу. Сулена, Сулена, Сулена... Гадэм, я получил себе себя. И вот такие шмотки я, собственно, залутал. И, да, опять я остался без крыльев на Квапу. Ну, а получил много других прикольных приколюх. Поэтому залетай к тестикам, лутай шмотки и куча эмоций. А по моему промику вы получите 15% бонуса к пополнению и бесплатный рундук. Переходим к центральному коридору. И здесь, да, героев очень и очень много из старого патча. Поэтому сначала пробежимся по актуальным старичкам. И потом я расскажу про свежевошедших в мету героев. Инвокер. Все такой же актуальный. Кунка. После нерфа, конечно, неприятно. Огоним его конкретно. Но, в целом, вообще все равно. Праймл Биста достаточно сильно ослабили. Монокосты, вот это вот все, ослаблен талант на 25. Но, будем объективно честны. Много ума, чтобы вкатиться в толпу героев. Прожать себе Блэд Мейл с Тарасточкой. Тебе не нужно иметь. Поэтому Праймл Биста все еще хороший активный мидер. Пангольер. Про него я снимал целый ролик. Почему он все еще не умер. И прямо сейчас он кайфово селит на 50 с чем-то винрейтом на миде. А если конкретно, 53.3 за 600 матчей. И Некрофос. Его чуть сильнее подрезали. Но, опять же. Если брать его на закрывашку в миде, то каточка будет супер простая. И земляной спирит. Мефор достаточно сильно ощущается, потому что любое замедление мобильных героев всегда сказывается на винрейте. А если ты не помнишь, что конкретно сделали земель, а теперь кулдаун на раскатке начинается после того, как ты закончишь свой перекат. Ну, кстати, вспоминаем того же Эмбер с его огромными кастаймами на Ремненте. Это тоже замедлило спирит и у него сильно упал винрейт. Но, переходим к свежачку. Зевс. Здесь есть два варианта билда, но я больше предпочитаю чисто магический билд. Но, если ты не знаешь. Есть у Зевса чисто магический билд, как я уже сказал. И билд, где ты покупаешь себе Яшукаю, разбираешь ее в Монту, Кайсунжу, докупаешь себе Муншард. И это все билд через Аганим Шард. Таким образом, ты ноешь огромный урон. Главное, не встретить героев, которые мешают тебе бить. Если бить не можешь, то лучше выходить в магический билд. Да и в принципе. Сейчас такая мета в миде уже достаточно давно, что ты играешь на каком-то герое, который просто вкатывается вперед, танкует лицом. И вот не хватает вот этого классического медака, который будет просто нажимать кнопки со спины, такой, например, как Зевс, который носит огромный магический урон по всем. К тому же, текущий билд на Зевса, он выглядит достаточно интересно. Ты покупаешь себе Актарин, Рефрешер, на 25-м еще берешь себе талант на дополнительный урон с ульты. Ну и представь, сколько там урона вообще влетает по всем героям. И также, так как Зевс это магический кастер, на нем главное не терять позицию. Позиция это все. Так же, как и для следующего героя, это, конечно, тоже не совсем, конечно, новый персонаж. Но, тем не менее, у этого героя очень сильный лайнер. Как, собственно, и у Зевса, но у Лины, будем честны, эта линия будет гораздо более сильная, потому что очень много шансов сделать киллы на вражеском мидере. Ну а чтобы проиграть свой мид, нужно, конечно, постараться. Основная самая задача у Лины, в отличие от Зевса, это выключить самого важного героя. У Зевса просто внести огромный урон. Ну а, собственно, Горящая Женщина легко может выключить любой таргет, потому что за прокаст у нее больной дэмэдж. И, кстати, у нее все еще за один скилл можно заформить целую пачку крипов, а именно за задувку плюс, ну, агоним шар, собственно. И также, как у Зевса, потерял позицию, умер. Но, по ощущениям, на Лине ее гораздо тяжелее потерять, что, казалось бы, странно, потому что Лина более контактный герой, но все равно. Позиция самая главная на таких вот кастерах. И скорость фарма. Это, наверное, самое главное достоинство Лины, в отличие от Зевса. Она фармит нереально быстро. Ну, будем честны, заформить пачку крипов одним скиллом или три раза кинуть арклайтнинг, ну, здесь понятно, кто быстрее будет фармить лес. Ну и, собственно, линию тоже. Дальше Лон Друид, это тоже относительно такой новый персонаж, он уже игрался на центральном коридоре, я его в прошлом патче еще пикал. Он все еще прикольный, типа, ничего не поменялось. Мид ты не проиграешь, потом прокатываешься по всем внешним товарам, хаваешь их, потом хаваешь трон. В принципе, посыл понятен. Главная проблема на Лон Друиде, герой достаточно сложный, хоть его уже и упростили с Тора. Раньше было, естественно, тяжелее на нем играть, и нужно понимать все фишки Друида, чтобы нормально исполнять на нем. А именно нужно понимать, что при прокачке Медведя ты диспелишь Медведя, ты позволяешь самому себе обновить корни на Медведя. Также ты можешь перепризывать Медведя, то есть ты его вкачал и перепризвал прямо из-под атак противника. Но если ты все-таки овладеешь Лон Друидом, то это такой чизовый герой, прям на ласт пик берешь и кайфуешь. И ОД, еще один Медаг, которого мне стыдно даже вам называть, но Метеор Хаммер покупаешь, а можешь и не покупать на самом деле. Тут есть разные варианты пути, кому как комфортнее. Я лично предпочитаю играть без Хаммера, а просто делать сразу себе Медасик, потому что Медасику респект. Достаточно сильная жмотка, ну можно и без Медаса. Короче, сильный лайнер, так же как и остальные герои, потому что если ты собираешься стоять против таких героев, как Кунга, Прамел, Панга, Некрофос, вот эти вот все мерзкие уроды, которые бегают, гангают боковые линии, лучше уж высушить по максимуму эту линию, чем проиграть ее и потом камбэкать на непонятно каком герое. Поэтому, собственно, сильные лайнеры против вот этих вот метовых героев, они будут хорошо смотреться. Но если линию ты каким-то образом проиграешь, то всегда ты можешь купить себе Медасик и камбэк немножко поформив. У самого героя достаточно огромный стабильный урон сорбы, и в случае чего всегда можно купить себе какой-нибудь даггер, хекс, опнутый Вичблэйд и выключать одного героя в драке, как это делает Лина, только ты прыгаешь под хекс, убиваешь персонажа. Дальше переходим на оффлэйн, и здесь я хочу выделить Слардара, потому что это какой-то монстр, я не знаю, это потенциально имба патча на оффлэйне. Ты приходишь против любого милишника с хорошим каким-нибудь саппортом, например, с гримстроком, но про сапов я расскажу чуть позже, и ты выносишь линию просто вперед ногами. Сам по себе герой по ощущениям дает почему-то нереально много по игре, суперактивную игру можно выстраивать. Ну, банально, ты прыгаешь, станешь, снижаешь армор на огромное количество процентов и убиваешь героя, если не в соло, то с плюс одним точно. Также есть сейчас достаточно интересный вариант билда на Слардара, ты покупаешь себе блинг, аганим и актарин, и ты просто стоишь в этой больной луже. И, кстати, эта лужа достаточно сильная, она дает тебе много армора, много хпоригена и статус резист, то есть под лужей тебя еще и супер тяжело убить. И, сам понимаешь, да, это билд не через какой-нибудь мом и саблю, это билд через жир, но, тем не менее, демош у тебя все равно имеется. Ну, и также нужно понимать, если в падлу играть через аганим и актарин, ты все равно можешь купить себе мом, саблю, даггер, бкб, керасу, не знаю, муншард и что там еще покупают себе Слардар, и уже с этими шмотками разносить просто через райт-клик. Другой герой на третью позицию, Ликантроп. Короче, доминатор апнули, естественно, появляется Ликантроп в пике, думаю, это очевидно. И кентавр, его показывали уже на интернешнале, герой прыгает, станет, но в отличие от какого-нибудь тайтхантера, который прыгает, станет ровагой, ультимативной кнопкой, да. Кентавр немножко другой. Он не просто прыгает, станет, он имеет возможность наносить колоссальный урон, а именно с появлением нескольких слотов КСНЖа и Шард. Эти шмотки дают огромный буст урона кентавру, и ты можешь очень долго проводить файты, потому что у тебя все будет больше и больше здоровья за счет Шарда и Тараскет. Тебя будет очень тяжело убить, потому что больше силы, больше ХП, больше ХП реген. И, конечно же, есть Баратрум и Бристлбек. Эти два ублюдка, которых хоть и занерфили, но герои все еще являются достаточно сильными. За Бристлбека главное смотреть, чтобы не проиграть свою линию. Дальше герой все равно тяжело убиваемый. Мув спит, огроменный дэмэдж, огроменный отхил, огроменный, все как и было. Баратрум точно такая же телега. Мидас и Актарин все еще покупаются, кулдауны на первом скилле все еще больные. Да, там с фармом появились некоторые трудности, потому что уменьшили множитель урона по крипам, если я правильно помню. Соответственно, и пачку за один разбег убить стало тяжелее. Но, тем не менее, Баратрум сильный герой все еще. И остались у нас саппортики. Пост 4, пост 5. Здесь особо много ничего интересного не появилось. Но, по порядочку, с пост 4 начнем. Фурион. Все еще мерзкий уродец, который контролит мудрость. Летает по боковым линиям, летает на мид, помогает делать скиллы. Покупает супер урну, медаль, куарчит, хекс. Очень, кстати, неприятно играть против него за кастеров. Я пытался, мне не понравилось. Есть та же самая Пугна, ее тоже уже бафили парочку раз. Герой просто, чтобы отхилить своих слабых тиммейтов и засейвить их от физического урона. Также мешает, я говорил, кастерам. Таким, как Зевс, Лина. Они сами себе разобьют лицо, когда будут нажимать свои кнопки под твоим дезвардом. А вряд ли кто-то будет ломать твой дезвард прямо в файте, потому что все забьют на него огромный болт. Ну, а также Пугна просто дает урон по вышкам. Что упрощает игру, когда твой керри, ну, и несколько безмозглый дурачок, который отказывается ломать домики. И Раста. Вот это новый персонаж. Ему бафнули множитель урона. Или как там этот дебаф называется на Хексе. Короче, ты кидаешь Хекс, и противник получает больше урона, пока он под Хексом. По-моему, там сейчас значение на последнем уровне прокачки 25%. По-моему, достаточно больная тема, с учетом, что Хекс длится достаточно долго. Плюс он еще накладывает брейк с талантом. Ну, в общем, Крастику тоже стоит присмотреться. И можно как на пост 4, так и на позицию 5 его пикать. И, клоу, про позицию 5. Тренд протектор на пост 5. Супер сильный герой все еще с прошлого патча. Сильный лайнер. По игре дает очень много контроль своим ультимейтам. Хил таверов. Дает броню против физовиков. Короче, кайф для ПТСов. Лютейший. Лучше пикать с каким-нибудь рейнджевым керри, например, с Муэртой. Потому что ты будешь выступать с таким бодигардом. Ты пойдешь вперед, впитаешь ради своего керри. Отхилишься. Отхилишь тиммейта своего. И разобьешь лицо врагам. На пост 5 также подходит и Пугна. И Фурион, как я уже говорил. И Раста. Тут особо нет ничего интересного. И Гримстроу. Все еще. Силен с прошлого патча. Все еще. Превосходный герой в комбинации со Спектрой. То есть видишь, что у тебя чел пикнул Спектру. Пикаешь Гримстроу. Или сам Коль пикает Спектру. Потому что эта комбинация достаточно жесткая. Останется только сыграться со своим тиммейтом. Но если ты вдруг не знаешь, в чем смысл комбы. Ты кидаешь на Спектру третий скилл. И Спектра летит на своем хаунте на цель. И убивает ее. Потому что теперь у нее есть буст по мувспиду. И стан с твоего третьего собственного скилла. Ну и естественно. Не только с одной Спектрой сочетается Гримстрок. Но и со всеми активными миддерами. Которых я уже называл выше. Ну понятное дело. На Зевса и Лину кидать кнопки ты не будешь. Но если за тебя играет Праймал Бист, Дземелья, Панга. Ну ты понял. С ними спокойно можно играть, кайфовать. И делать огромное количество фрагов. И просто наводить кипиш полноценный на карте. Это все что я хотел рассказать про мету текущую. Потому что с ней особо ничего пока что не поменялось. Прошло несколько дней с патча. Да и сам патч не так уж и много чего-то нового привнес. Но тем не менее. Спасибо за просмотр. Пока. Пока.